Дорогие друзья, сегодня речь пойдет о Юрии Никулине, советском и российском артисте цирка, хлоуне, цирковом режиссере, киноактере, телеведущем, народном артисте СССР. Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове, ныне Смоленская область. Отец, демобилизовавшийся с Красной армией и окончив курсы политпросвета, устроился в драматический театр в Демидове, там же была актриса и его мать. В 1925 году семья перебралась в Москву. 8 ноября 1939 года, после окончания средней школы Юрий Никулин был призван в Красную армию. Во время советско-финской войны зенитная батарея, где он служил, охраняла воздушные подступы к Ленинграду. В Великую Отечественную войну воевал под Ленинградом. Победу встретил в Курляндии, был демобилизован в мае 1946 года. За время войны был награжден медалями за отвагу, за оборону Ленинграда и за победу над Германией. После окончания войны пытался поступить во ВГИК, куда его не приняли, так как председатель комиссии не обнаружил в нем актерских способностей. После провала хотел поступить в ГИТИС на театральный факультет, но председатель комиссии этого вуза также не нашел в молодом человеке актерских задатков. В конце концов поступил в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре. Первое выступление Никулина на Манеже состоялось 25 октября 1948 года в паре с Романовым в репризе «Натурщик» и «Халтурщик», затем стал работать ассистентом вместе с популярным тогда клоуном-карандашом. Работая у него, познакомился с Михаилом Шульдиным. Начав работать самостоятельно, составили знаменитый клоунский дуэт Никулин и Шульдин, хотя по характеру артисты были совершенно разные. Артист дебютировал в кино в 1958 году и с первых картин зарекомендовал себя как неподражаемый разнохарактерный и профессиональный актер. Он принес с цирковой арены на экран различные роли маски, широко использует цирковую эксцентрику и фактуру в фильмах «Девушка с гитарой», неподдающийся деловые люди. Одна из киноновел фильма «Пес Барбос» и «Необычный кросс» положила начало ролям, которые обеспечили актеру всенародную любовь. Незабываемый образ балбеса и знаменитой «Тройки трус», балбес и бывалый в кинокомедиях «Самогонщики», «Операция» и другие приключения Шурика, «Кавказская пленница» или «Новые приключения» Шурика отличают исключительное обаяние и жизнерадостность. Однако сам актер более высоко ценил короткометражные новеллы, считая недостаточно удачной «Кавказскую пленницу», не говоря уже об использовании образа троицы жуликов в фильмах «Дайте жалобную книгу» и «Семь стариков» и «Одна девушка». Юрий Никулин играл во многих любимых народом фильмах. Самыми известными являются кинокомедии с его участием «Бриллиантовая рука». «Осторожно, осторожно нас». «Почему?» «Помню». «Что помнишь?» «Поскользнулся?» «Так». «Потерял сознание?» «Как?» «Очнулся, гипс?» «Всё?» 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 «Лучше бы я упал вместо тебя». «Что ты грешь?» «Спасибо». «Береги руку, Сеня, береги». 12 стульев, старики-разбойники. Персонажи этих фильмов, комедийно-гротесковые, с оттенком детскости, наивные чудаки, лиричные, добродушные и непосредственные. Но актер играл не только комические роли. В фильме, когда деревья были большими, раскрылся драматический талант исполнителя. В своем герое актер обнаруживает сложные переплетения различных психологических состояний, лживость, опустошенность, паразитизм, одиночество, стремление вывести свою жизнь из состояния краха. Ну вот что. Три месяца назад вы были предупреждены. С вами беседовали? Вы обещали? С тех пор два раза привлекались. Один раз на 15, другой на 10 суток. Полоса такая. Жизнь-то идёт полосами. Вот и я тоже в такую полосу попал. В фильме Андрей Рублёв убедительно сыграл трагическую роль монаха Патрикея, казначея Успенского собора во Владимире, подвергнутого жестоким истязаниям монголо-татарскими захватчиками. В драматическом фильме Ко мне Мухтар играл младшего лейтенанта, характер которого полон сострадания, жертвенности и преданности собачьей людской дружбе. Следует отметить его игру в фильмах о Великой Отечественной войне они сражались за родину, 20 дней без войны. В этом фильме роль военного журналиста Лопатина была сыграна актёром в сдержанной манере, при этом исполнена подлинного внутреннего драматизма. Всю свою жизнь Юрий Никулин посвятил работе в цирке, перестал выступать лишь когда ему исполнилось 60 лет и перешёл на должность главного режиссёра Московского цирка на Цветном бульваре. С 1984 года, директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре. При нём для цирка было построено полностью новое здание, открытие которого произошло в 1989 году. Всего он проработал в цирке около 50 лет. В последние годы вёл юмористическую передачу «Белый попугай». Жена Татьяна Никулина окончила Темирязевскую академию факультет декоративного садоводства. Сын Максим Никулин, после смерти отца стал генеральным директором и художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре. Скончался Юрий Никулин 21 августа 1997 года, на 1976 году жизни, из-за осложнений после операции на сердце. Юрий Никулин лауреат государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых за ряд комедийных ролей в кино. Участник Великой Отечественной войны. Кавалер двух орденов Ленина. Награждён Орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени. Орденом Отечественной войны Второй степени. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание к моим видеороликам. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия.